Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, я не буду, давайте, я не буду читать ваш текст, вот, из этических соображений я оставлю его, так сказать, скрытым. Вот, скажу просто, что вопрос касается интимной жизни, интимной жизни, и, в общем-то, человек спрашивает, стоит ли беспокоиться по этому поводу. Я думаю, что всё зависит от вашего ощущения своего качества жизни. То есть, если вы, вот, в связи с тем, что вы чувствуете, в связи с тем, чего бы вы хотели, если вы не чувствуете, что качество вашей жизни ухудшается, да, то, на мой взгляд, беспокоиться не стоит. Если люди вокруг вас разделяют, ну, ваши взгляды, да, если люди вокруг вас, как бы, так же, как и вы, не против. Вот, такого, да, не против того, чего бы, к примеру, хотелось бы вам, то я не вижу никаких оснований, я не вижу никаких, в общем-то, проблем для того, чтобы... Я не вижу никаких оснований для беспокойства. Мне кажется, что основания для беспокойства могут быть только в том случае, если люди вокруг вас не разделяют ваших взглядов. То есть, если люди вокруг вас, да, ну, как-то, может быть, может быть, неприятно то, что вот... То, что вы хотите, да, то, что вас интересует и так далее. Вот в этом случае, конечно, действительно, в таком случае беспокоиться стоит, вот. Но, опять же, здесь есть, как мне кажется, очень такой важный момент, здесь есть очень такой важный нюанс, что вы сами хотите с этим делать. Вот. То есть, если вы сами хотите как-то эту ситуацию изменить, исправить, да, скорректировать, чтобы вам не хотелось этого, чтобы, ну, вот как-то, чтобы таких желаний у вас не было, если вы считаете, что вам это мешает в вашей жизни, вот, то это другой вопрос. Это вопрос, на самом деле, ну, больше психотерапии. Это вопрос работы над собой. Традиционно, скажем так, психологическая наука придерживается того мнения, что данная тенденция связана с неуверенностью в себе. И с некой такой тенденцией сравнивать себя с другими, вот. То есть, если, ну, если человеку не нужно, да, как бы себя сравнивать, вот, то он, вероятно, не будет хотеть ничего такого, да, вот то, что вы описываете. А так получается, что человеку, ну, вот, как-то нужно, да, как-то хочется сравнивать себя. И это вот один из способов сравнить и подтвердить, как бы, скажем так, свою ценность, вот. Очень важно здесь увидеть то, на каких основаниях вы выстраиваете отношения со своими партнерами, да, вот. Или со своим партнером, если он у вас один. Как вы видите своего партнера, как вы его воспринимаете, как вы воспринимаете себя, значит, ну, по отношению к партнеру и так далее. То есть, вот эти все вещи, на них очень важно обратить внимание. И, соответственно, с этим стоит работать, если, если, ну, если вас это как-то волнует. Вот, а что еще я бы сказал бы, да, что еще я бы, ну, что еще можно здесь добавить? Я бы, наверное, добавил бы то, что вы, на мой взгляд, не совсем корректно задаете свой вопрос. Почему? Дело в том, что, если, если вы беспокоитесь, вот, ну, если вы чувствуете беспокойство, да, по этому вопросу, то вы, как бы, ну, уже беспокоитесь, уже беспокоитесь. Вот. То есть, вы будете беспокоиться. Вот. А если вы не беспокоитесь, то вы не будете, то, соответственно, вы не сможете заставить себя. Беспокоиться. Вот. Поэтому выглядит сейчас это все так, как будто бы вы именно что пытаетесь заставить себя, пытаетесь заставлять, пытаетесь заставлять себя беспокоиться. Вот. И, на мой взгляд, как бы вы не считали себя должным беспокоиться, то есть, вот я там делаю, делаю, значит, на чего-то я хочу, да, и вот я должен беспокоиться. Вот, ну, вот это, вот это вот не очень, не очень хорошая история, на мой взгляд, совсем, совсем не хорошая история эта. И вам вопрос стоит поставить по-другому, да, как вы сами к этому относитесь, не с точки зрения православания, не с точки зрения каких-то норм, да, вот, а именно своего собственного отношения к этому. И вот от этого уже исходить, из этого исходить, понимаете, вот из этого исходить очень важно, на мой взгляд. Поэтому спросите себя, как вы к этому относитесь, что вы хотите с этим делать? Честно. А психолог вам может помочь, так или иначе, в этих вопросах, вот. Разобраться в себе, может быть, помочь решить какие-то другие вопросы, вот. Понимаете? Как-то так, я думаю, можно вам ответить, сейчас, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. Я могу вам пожелать всего самого доброго, могу пожелать вам удачи, обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!